так и хочется сказать всем привет с вами агент z да у нас сегодня да у нас сегодня рыбалка на самом деле первый не жаркий день час середина августа обычно было плюс 30 где-то даже больше это плюс 30 в тени да и плюс 35 на солнце первый не жаркий день которым мы решили воспользоваться точнее агент z просилась на рыбалку на щуку и решили не упускать этот шанс и поехать попробовать половить щуку к тому же уже пора кстати щуку мы с глебусом уже половили сейчас очередь агенту зуку я пытался укусить ссылку на рыбалку с глебусом я оставлю надеюсь что и с агентом z тоже что-нибудь получится но в плане рыбалки конечно вообще там с севера сейчас идет большая туча и мы находимся такой пруд болотцы если здесь бахнет дождь то вы наверное увидите новый формат видео до выживания 24 часа потому что без еды без всего но надеюсь все таки этого не произойдет а сейчас будет другое шоу потому что агент z он очень самостоятельный человек и она сейчас будет женского рода у человеком-то мужского и сейчас она будет собирать большую лодку да я надеюсь я взял специально стульчик пепси колу сейчас буду сидеть смотреть в общем кайфовать чтобы ты так сказать попробовал уже серьезную не на каяке а на чем-то этом кстати рыбалку где агент z соло выступал на каяке даже что-то поймал я тоже оставлю поступал выступал выступала да 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 ладно все давайте рыбачить смотрите какая красота пока я отдыхал агент z собрал лодку спустил на воду удочки взял сел и ждет мужа класс вообще единственное что устал я отдыхать вспотел весь фух жарко жарко просто лежать друзья ладно пойдемте порыбачим все да ну давай перевозь вперед а я наверх чтоб я без тебя делал да теперь да да я вообще сам не знаю да не кресло я еще не поставил только хочу все руки не дойдут так ты поворачивайся туда якорь перевешивай на ролик и ты будешь как глебу следить за якорем якорь вон туда перевешивать до наружу на ролик клади веревку смотри тут какая система вот так вот раз и чтобы за и корицы просто нажимаешь все за и корилась потом просто тянешь легко тянется так понятно кому что рыбе зонтик несмотря на то что мы рыбачим сегодня можно сказать на болотце на маленьком пруду я все равно ставлю и холод который мне поможет искать не то что рельеф там какой-то а прогалы среди травы и просто быть глубиномером потому что для воблеров очень глубиномер нужен собственно этот шарик это и есть эхолот теперь про плюс называется он по вай фай мне на телефон передает информацию там уже программа обрабатывает это ну в данные эхолота вы это будете потом у меня на мобиле видеть смотри на что будем сегодня ловить на утенка да сейчас мы плывем вот туда в конец пруда и там как раз такие все мелководно будет идти будем ловить вот на такого вот утенка кстати этого утенка мне прислал мой товарищ мы в интернете познакомились алексей из финляндии он у него есть на канале у него есть свой канал и у него есть видео которое набрало дохренища просмотров как он на этого утенка ловит и после этого видео я как раз попросил его прислать мне чтобы тоже попробовать я ссылку на это видео внизу оставлю но и сейчас поедем проверять его собственно говоря в деле ты по громче поговорить за ветра ни хрена прям можешь кричать так поднимая горе давай мы немножко сместимся туда сейчас попробуем мелководные воблеры погонять а потом непосредственно по и поедем уже утенка испытывать так сегодня у нас я так понимаю будет рыбалка обучалка потому что злата ни разу не ловила воблерами он тут смотри тут вот забрасываешь вот так вот под кусты но лучше не сильно вкус ты и потом вот начинаешь вот так вот рывками вести пока просто попробуй подёргай как у тебя что будет получаться я потом тебе уже расскажу про ритм про паузы и так далее а пока просто виде можешь иногда равномеркой просто вести то есть закинула повела рывками там закинула в то же место и ведешь равномеркой но он как бы это называется twitching рывки и он лишь как в воде и все зависит от удочки какой-то удочкой дергаешь мягкой твердый он по-разному вихряется ну и от воблера естественно вот это воблер можно вести как рывками но он же боками блестит этот воблер можно вести как и равномеркой так и он всплывающий это называется дай вам маритан ну и тени и и радуйся это будет здорово да конечно если что-то слышишь удар в воблер просто тюк у тебя в руку передаться удочка чувствительная то это значит щука и ты ее сразу дергаешь в общем пробую аккуратненько закидывать и это выше выше поднимай поднимая почти до самого конца вот так не надо проб ну можешь подальше кидать смотри против ветра он летит не так сильно по ветру он будет улетать вообще я сейчас поставил megabass x 140 в общем-то такой неплохой не мелко водник но метровик скажем так и кидаю комплектом абу гарсия хорнет стингер и скорпион дисси катушка с электронными тормозами у меня обзоры есть елки-палки тут еще чуть же нам я не поймала так у нас чип и не знаю чего я тут этот дужку забыл открыть на катушке и утка вон плывет сейчас мы будем спасать утку до поняла но хорошо что утка плавающая думаю сейчас ты ее будешь спасать до агент z но недаром ты спасительница уток будешь финских уток но мы и собирались до переплывать на другое место я тут решил просто кинуть так ты на колени становись и пытайся рукой захватить папа все у . спасена мне крючок и не стал ставить дополнительный так смотри утку проводить нужно вот так вот мелкими рывочками чтобы она блин как классно на все ведет для не на в этим выпрыгивает клювом из воды то есть смотри ты закинула и вот мелкой мел мелкими вот такими вот вообще чтобы она вот так вот в воде шевелилась тут как бы не знаю ну как то так нужно создать чтобы она вот так вот и лапками шевелила и это собственно говоря будет я пока решил вспомнить молодость так сказать риджом 90ф покидаться под коряжки взял златин спиннинг я сегодня дал карат спешил xd от спартеx до 16 грамм такой универсальчик и пау и подвечить и поджиговать будет в общем самое но это единственный скажем так спиннинг у меня сейчас в лодке который подходит для таких приманок не упористых остальные все тяжелые и очень тяжелая здесь шнур climax миг 8 катушка мой уже проверенный реврус 2506 который отлично пережил кстати воблеры и 130 в том году и вообще всех пережил не получается дергать он ты как бы должна шевелить на месте просто нет вова как-то вот так вот подпрыгивать должны лапками шеветь может давайте поставлю вот на эту удочку и она будет более мягкая чем вот это ну давай давай попробую вот так уже близко к лодке а когда удали ой вообще вот так она и закидывается на самом деле вот вырезка мышей туда и вот так вот она проводится то есть рука вот ходит меня тебя не видно вот так вот рука ходит свободно и у тебя соответственно там вот так вот переваливается лапки шевелятся и щука ее хочет скушать что а ты думала ешь не так легко как уку не ловить намного сложнее она может вообще сегодня браться или уговаривать придется может быть не хочет здесь браться конкретно я поставил power bill от им акацию если он здесь пройдет конечно это такая штука и и общем-то шевелить в воде нужно и неплохо соблазняет пассивную щуку и и буквально вот чуть-чуть так подергиваешь он переворачивается кверху пузом не всегда соблазнял неплохо но здесь и наверное переборщил в плане того что слишком будет втыкаться в траву буду вверх его поддергивать зла ты знаешь что такие подводные гомосеки это бобры потому что вот это они делают видишь делают себе здесь такие запруды из-за этого страдают пруды надо огромные деревья прямо перегораживают и ничего не сделаешь давай вот здесь не корись не корись да что на него смотреть рожаву зубы вот кошмар ну вот собственно говоря сейчас такие места давай облавливать тут и смотри и справа и слева как раз ты пока почему-то тебя далеко кидать не получается как-то по резче кидай и так вот под коряжки кидаешь там ведешь и щука выпрыгнуть должна по идее а я половлю пока она опять же мокацию то был power было било это бас бил очень хорошая приманка обзор у меня тоже есть вот она прям уговариватель щуки старайся прям закинуть вот между веток куда-нибудь туда да потому что именно там может быть атака сразу кстати нападение самое прикольное когда приманка только падает и сразу атака меня только нет и лучше вставай вот смотри ты кидаешь из-за плеча вот прям вот ты обязательно держишь вот этой рукой это рычаг создается и вот так вот причем те же получалось далеко кидать дальше чем у глебуса даже когда так у ней гоняла вот вот тогда еле отобрал у жены утку сейчас попробую ей самых так сказать там для чего на и создано самые такие места прям в самых корягах все кидаек все все так вот в таком полигоне мы сейчас будем пробовать опять и если не получится поплывем дожди подожди дайте покажу какую телегушенцию поставил ой красота смотрите прям как луна она что делает она просто ты и кидаешь ведешь она вот так вот переваливается то есть я даже не надо там ничего это просто раз закинула но быстро и каш вести не надо вот такие она усы должна на воде создавать а я буду кидаться соответственно утюмка верю я в эту утку ну покажи мастер-класс только меня не плат по речи кидать но ты в другую сторону отводи это как ты поймаешь большую щуку то меня по праву руку а теперь поппер сейчас будем булькать злата ой поймал вот да да все лишь до рыбалка удалось да вот у нас получается что здесь идет каскад травы его видно на эхолоте мы попробуем стать так чтобы мимо этого каскада гонять вдоль точнее на да вот он закончился да да давай я подумал какого черта надо пробовать новые приманки те же самые в антенны которые эрки лбу дел был так это шайнер вот это шайнер сейчас у меня есть классном цвете надо пробовать в общем все раз классика не работает вот это шайнер в таком цвете с ним у меня до сих пор не сложилось как-то не могу его разловить не он был правда в одном цвете я в цвета не верю но вообще в облер как бы все есть нём и роллинг вообще классная приманка то есть по всем характеристикам но в нашем регионе все у кого он был с ним не подружились вот для блесенка матри тут принцип какой по эффективности надо она бывает самый эффективный я буду их те менять мы сейчас там туда туда поплывем и я буду тебе ставить разным иногда она перелавливает вот все ничего ты не сделаешь щука любит иногда только ее вот это причем если там с кренками с этим это единичное случая иногда вот на рыбалке то есть откидываешь все на блесну стабильно на остальное нестабильно есть соответственно закидывать ее легче чем воблер потому что она компактная в полете не кувыркается увижу ну естественно цепляться за траву будет но сейчас здесь как-то уже травы не столько много да ладно блин это фантастика ну тени точно поймал а я ж не ешь не вижу ты мне спиной загородила да 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 нападение а что что муху нам о окуняку поймала хорошенький окуняка да они кстати да вот еще чем хорошо блин на блесну они первое дело идут выйти не его вперед нет ближе к лицу вот так только вперед вперед и поверни его на меня чтоб он полосатеньким виделся зацепился где-то воблером тут вроде корях не было это может быть от старого камыша вот эти палки что тоже в общем-то я не взял отцеп случайно оставил его дома подожди да это мегабас дорогой зараза не знаю чем тут можно помочь кстати да сейчас здесь не глубоко сейчас можно веслом его за икорись к да весло набрало воды выскочила из руки в итоге лишились весла это жесть блина за нырнуть что ли ты если что сама сможешь за икорицей берега пристать я-то смогу это когда если ты не вынырнешь нет я имеется ввиду я просто на лодку потом забраться не смогу надо будет берега ну как водичка она все-таки воздух там остался ну ладно но хорошо одним не меньше на я вообще смотри это воды напишет так и тут осторожно того что удочка весло положишь из куда-нибудь а вот дочку регулируют подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-бери сейчас сейчас вода классная вообще не жалею что я прыгну да я тебе завидую да второй раз в этом году купуем все ты будешь плюхать сейчас ну подожди сейчас все я его закрепила так и что я буду делать вот вам голый зад моего мужа ну как до спасках все да там старая камушина это даже не камушина это огромный петель зацепился он здорово он давай ну что залезешь не ты все-таки тяжелее меня лето классная пора можно нырять за воблерами и получать от этого удовольствия реально это то чего не хватало ну что он наши мини приключения закончена весло спасено воблер спасен я доволен искупался давайте я тоже не меняю агенту z блесну такую поставил это сомпли ора pantone 21 14 грамм золото с белом сочетании речь и назад речь просто упала на дно и ведешь себе в среднем темпе все но теперь я расскажу что же было дальше на этой рыбалке у агента z целый день не получался нормальный дальний заброс спиннингом и тут ни с того ни с чего стоило мне поставить ей только свою новую блесну как она запулила ее в камыши да так далеко что я не уверен что сам бы смог туда закинуть но естественно ничего хорошего с из этого не вышло потому что шнур перетерся видимо о камыши и не выдержал блесну спасти не удалось оторвалась в общем я решил не испытывать судьбу да и ловля нам предстояла в корягах поэтому я поставил ей неогруженную резину и попутно ответил на вопрос одного из подписчиков агенту z поставить неогруженную резину точнее слабо огруженную а или хотя в принципе вот это вот покидалась что ты прям в камыши туда она не зацепляющиеся это релакс ахай называется чем она мне нравится то что здесь вот не кто-то спрашивал того что он обрезает вот эти вот плавнички чтобы крючок как бы нет наоборот их обрезать не надо потому что крючок за него прячется и хищник его так или иначе продавливать зато не зацепляемость лучше чем у любой другой приманки и забегая вперед скажу что этот расчет оказался верным но для начала давайте я покажу как у меня на воблер клюнула щука и жди пока на дно упадет до оп была атака в общем как вы поняли щука не засеклась то ли она плохо схватила то ли я плохо подсек но не суть важно кстати отличился воблер герой того года а именно могу минул на этот год прикупил себе 130 версию скоро про нее расскажу мы отправились ловить дальше коряги и это оказалось верным решением потому что там было несколько поклевок на неогруженную резину но к сожалению агент z не смогла правильно их идентифицировать и подсечь рыбу вот сказал что была поклевка только от старая осталась вот это вполне не было ухты злат не дорогая у тебя была поклевка вот этого не было я сначала как-то не поверил ну да тут в итоге я тоже поставил себе мягкую приманку это релакс копыта с открытым крючком но к сожалению действия это не возымело однако сейчас я расскажу кое-что интересное про scorpion dc кстати вопрос о scorpion dc вот пятиграммовая голова настройки стоят от воблера и смотрите удочка жесткий басовик до 21 грамма достаточно жесткий твичит в принципе рудру твичит то есть как бы при таком сочетании получается неплохие достаточно заброса scorpion dc ну вообще dc у шимана нового поколения 5 окажется вот этот который она реально неплохо кидает потому что я уже сколько и пользуюсь я не чувствую потери в дальности а вот в резкости заброса приобретения чувствую потому что потом после 10 прям берешь обычный мульт и пытаешься так же резко кидать и получаешь бороду просто потому что одессе какая поклевка опять ну так вот пытаюсь людям рассказать про катушку в общем сегодня у нас рыбалка особо не получилось но мы честно мы перепробовали все агензет даже вот до последнего держалась кидала и получила несколько поклевок действительно но а ну да вообще она сегодня до обловила можно сказать у меня одна такая щуки и несколько поклевок и окунь но базовые знания у нее получены кидать сегодня научилась моя надеюсь что видео которое вы посмотрели вам понравилось хотя и было она настоящий трудовой рыбалкой ну да да не обошлось и без прикола как обычно ладно до скорых встреч пока пока